добрый день друзья и сегодня очередная кухня инфодайвинга мы немножко расскажем о тех событиях которые происходили на этой неделе не только на этой неделе потому что мы уже пропустили выпуски а все банально по одной причине мы сдавали сессию мы с ириной учимся и мы проходили обучение нам приходилось сдавать курсовые работы нам приходилось сдавать экзамены зачеты и так далее все как в 20 только это уже когда тебе за 50 и на самом деле это был такой для нас тест-драйв когда мы проживали вот этот опыт совсем под другим углом восприятия вникали в основы науки и всего остальное вот сегодня мы завершили последним экзаменом нашу сессию и двигаемся дальше что было на этой неделе на этой неделе у нас был стрим стрим где мы говорили о наработках с аутизмом этот стрим останется в открытом доступе у нас всего два стрима будет в открытом доступе и это один из них здесь мы постарались показать раскрыть основы которые мы наработали за три года во всяком случае подвести к тому что надо для того чтобы стать на путь выхода из аутизма какая роль в этом родителей как двигаться а вообще всю методологию и как мы будем работать дальше с нового года изменится консультации изменится подходы очень много появится дополнительных пунктов для тех кто желает начать с нами сотрудничать для самостоятельной работы там будут и курсы там будут и книги там будет и дополнительное образование родителей почему потому что инсадоинг это не волшебная палочка мы предупреждали об этом всегда с первого дня и говорили о том что в любом случае человеку надо измениться то есть сам сам принцип когда заболевание приходит к человеку подсознание запрашивает это заболевание для того чтобы измениться через боль то есть если через осознанность не получается если в это время человек выносит ответственность дальше бегая по врачам по спасителям по целителям и так далее и продолжает дальше играть в игру аутизм то при этом сам не меняясь то и аутизм не уходит он остается но уже наш опыт показывает причем у нас очень много результатов действительно очень хороших результатов где мы четко видим вот только начала меняться мать тут же начинает меняться ребенок более того есть толковый словарь поведенческих реакций ребенка на определенные поведенческие моменты матери этот толковый словарь разработан в нашем чате мам и вот эти все вещи уже есть в доступе они будут описаны в книге есть книга она уже сейчас в издании книга александра зайцева по чату то есть она уже ушла в издательство скоро она появится точно также ее можно будет иметь таким образом слушая вот этот вот стрим можно многие вещи для себя почерпнуть понять и сделать выводы кроме того у нас есть по аутизму очень хороший стрим апрельские 3 апреля двадцатого года его можно найти по ссылке по переходу в разделе life на сайте пуп точка buy то есть вы заходите и находите в перечне лайв стримов находится стрим по аутизму за 3 апреля 2020 года стрим тоже очень полезный очень нужный для тем для тех у кого есть проблемы с аутизмом у детей мне все время хочется сказать и у родителей да то есть вы уже понимаете что это связанные вещи кроме того на этой неделе мы на сайте выложили несколько писем обратной связи по инфодайингу какие были результаты по результатам консультации по результатам нашей работы по результатам обучения ну вы уже заметили на сайте стало значительно меньше отзывов и многие за захлопали в ладоши сказали да у них наверно останавливается процесс нет ребят если вы откроете наш инстаграм вы увидите что у нас сейчас активно активно разрабатывается инстаграм на него ведется подписка и на сегодняшний день она на него подписываются новые новые люди потому что мы уделили внимание как раз то инстаграму и там туда мы теперь отправляем большинство отзывов почему потому что очень просто ты две кнопочки нажал на телефоне соскоренил страничку и отправил и все и тебе не надо на это тратить время а мы время свое очень сильно экономим потому что но реально очень много работаем и поэтому все отзывы и все благодарственные письма сейчас в инстаграме и это позволяет нам не засорять сайт пубай да в инстаграме тоже все это очень хорошо находится на нашей страничке на страничке натальи зайцевой и в инстаграме вы можете найти еще полезные видео полезные видео по поведенческим реакциям это обучающие ролики такие то есть мы показываем вот то что принято в профессиональной психологии как это называется до совет по отношениям мужчина женщина воспитание детей бизнес и так далее и мы показываем как это выглядит с позиции инфодайвинга где человек лжет себе где идут подмены где 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 то есть мы раскладываем жизненные моменты по парадоксальному восприятию то есть это одновременная тренировка поэтому сегодня в инстаграм уделяется все больше внимания и каждый день мы выкладываем несколько роликов когда есть возможность их быстро отснимать иногда мы можем выложить целую пачку за это на нас ругается наша техподдержка но 23 в день из расчета мы планируем что мы все-таки так потихоньку подбрасываем и это полезная информация она тоже носит обучающий характер потому что как еще увидеть вот эти искажения где мы в жизни врем сами себе где мы делаем что-то за детей где мы но реально вот советы по бизнесу которые иногда слушаешь ты понимаешь что это не о бизнесе это наоборот о наемной работе то есть идет подмена 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 а человек слушает и ориентируется выносит из себя авторитетов еще как-то проявляется вот эти моменты все сейчас освещаются в инстаграме на реальных примерах то есть это такой практикум который идет в инстаграме постоянно до регулярно кроме того что у нас было на этой неделе на этой неделе книга которую написали мы по чату я уже сказала она ушла в типографию сейчас закончилась версткой уже есть обложка у книги уже можно видеть ее внешний вид на сайте размещено уже как она будет выглядеть и она в этом виде уже пошла в типографию и на этой неделе вышла книга инфодайнинг знания и она уже подписано честно скажу заколебались подписывать на самом деле подписали очень большое количество книг и старались настраиваться до кого дойдет чтобы все-таки чувствовать с какой из адресатов возьмет в руки книгу и будет читать чтобы наше пожелание настигла адресата да и книга инфодайнинг знания уже отправляется по почте и это тоже приятный такой момент кроме того у нас на этой неделе прошел практикум курс называется не могу простить курс оказался невероятно глубокий невероятно глубокий но оказался мы знали что он таким будет но мы все-таки не вмешивались в процесс сбора людей на курс да туда шли люди по зову своего сердца тем кому надо было действительно очень глубоко поднять темы чтобы не писать анкеты прощения сотнями анкеты осознавания сотнями эти пласты можно было поднять за три дня и действительно многие моменты преобразовать так как мы понимали что курс будет глубоким и мы доверились и сильно этот курс не рекламировали и он действительно сегодня он останется в записи потому что он получился так как мы хотели и вы сможете его заходить и прорабатывать под этот курс свою систему ценностей и убеждений да но это не только система ценностей и убеждений на самом деле это свои внутренние это и чувства этой реакции это инстинкты это и способ мышления это это интеллект на самом деле потому что очень многие вещи когда ты выводишь в прощение через парадоксальное восприятие ты видишь совершенно по-другому то есть мы рассматривали детские травмы мы рассматривали и взаимоотношения взрослых в том числе измены и мы рассматривали взаимоотношения с самим собой то есть вот три трех не трехдневный блок такой был очень разносторонний невероятно глубокий если вы понимаете что вы пропустили этот курс скорее всего не случайно потому что если бы были люди которые просто его не тянут а всегда курс ориентируется на самого слабого игрока наверное не получилось бы такая глубина этот курс действительно вышел глубоким поэтому все кто в дальнейшем захотят присоединиться к нему могут просто зайти на сабришин купить и уже работать по записанной по записанному видео да то есть это уже есть и вы можете под это тренироваться и это ускорит процесс и даже выхода из того же самого аута потому что уже в январе мы сформулируем обязательно условия для мамы и там будет программа и не могу простить и подавленная злость потому что дорогие мамы и дорогие болящие кто к нам обращается с заболеванием так или иначе придется прорабатывать злость так или иначе придется прощать вот эти эти курсы еще будет один позже это все взаимосвязанные вещи без этого рассчитывать что вы когда-то будете здоровым и счастливым ну пардон не приходится ничего зря человеку давать надежду потому что потому что все равно надо вернуться к себе все равно надо вернуться к искренности все равно надо увидеть и познать в себе открыть в себе любовь это чувство жизни это теплое чувство которое связано и с интересом и с вниманием из вообще с проявлением человека в жизни и без осознания этого чувства жизнь пуста и никчемна на самом деле чем больше мы общаемся и смотрим как сейчас меняется общество да мы видим что очень многим мамам кому пришли дети дауны или аутисты им на самом деле несказанно повезло вот я говорю сейчас абсолютно искренне потому что человек у которого дети но относительно в норме да ну туповатый но у ленивый ну там где-то бухают ну там где-то лежат там наркотики употребляют но там где-то безработные живут за мамину пенсию или еще что-то этим переполнена жизнь и но при этом они физически вроде как здоровые с головой вроде у них все порядке и это списывают на лень на невоспитанность еще на что-то на слабохарактерность а на самом деле это деградации это деградации родители и ребенок не пришел им помочь чтобы они вышли вышли из деградации потому что родители вот эти смотрятся в глаза своих деградирующих детей а дети не должны деградировать дети должны идти вперед родители так правильно по эволюции правильно чтобы ребенок шел вперед своего родителя так было веками и вот у кого такая жизненная ситуация тому имеет смысл задуматься наверное если бы ребенок был с аутизмом был бы хотя бы шанс осознать как сейчас этот шанс есть у многих мам с кем мы работаем и этот шанс действительно приводит их и делает к себе и делает их другими и это действительно очень большой трансформационный путь до через боль до через ты до через прощение себя до через принятие больного мира ребенка и принятие через ребенка своего больного мира и тогда есть шанс делать свой мир счастливым и здоровым и когда мать это видит и действительно настроена на то чтобы пройти этот путь и вот выйти из этого мира болезни то родители родители выходят и выходят другими выходят счастливыми умиротворенными и вы знаете меня меня в последнее время искренне радует у нас очень разный контингент мат не все мамы имеют высшее образование далеко не все мамы там супер богаты но есть и такая категория которая действительно и очень обеспеченной и очень образованно то есть здесь нельзя привязаться к чему-то все мамы разные но меня радует то что они искренне все общаются и они искренне видят как они эмоционируют как они взаимодействуют со своим ребенком они они способны наблюдать злость они способны наблюдать свое разрушение и можно честно прямо честно писать у тебя не хватает образования тебе надо идти учиться и человек тебе отвечает да надо до уклонялась до пряталась за ребенка до объясняла это ведь и так далее и таких вот случаев очень много то есть мы понимаем что это настрой настрой мамы на перемены и действуя вот когда ей подсказываешь какую сторону смотреть какую сторону идти это как в густом лесу показывать выход вот тебе надо идти туда и ты выйдешь и тогда выход случается но тогда мама выходит совершенно другая она выходит уверенная в себе любящая себя принимающие себя любящие своего ребенка любящие своего мужа с гармоничными отношениями в семье с нормальным сексом с нормальным с нормальным семье появляется любовь вот пока любви нет пока есть подмены дети болеют а тут инфодайнг на самом деле это про возвращение к себе итак вернемся что было еще на этой неделе на этой неделе мы снова вернулись книги парадоксальное восприятие просто очень материал много материала раскрывается так как мы сейчас очень активно взаимодействовали с социумом и мы и у ролики выдаем и есть многие вещи которые мы просто показываем смотрите где где парадоксы например по парадоксу когда мы говорим человек бежит от себя человек бежит от любви человеку кажется что он стремится к любви как бабочка на огонек да вот он идет к любви к любви к любви но он не осознает что любовь в нем и по факту он уходит от этого зеркала от себя да и уходит все дальше 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 во внешнюю игру вынося потом бога ответственность и так далее все из себя когда ты осознаешь вот этот парадокс человек идет к любви но на самом деле он от нее уходит человек всю жизнь двигается к себе но на самом деле он бежит от себя и и эта причина очень многих моментов человек не способен простить себя за какие-то детские вещи потому что да и здесь тоже раскрывается спектр причин и человеку если сказать это вот в нормальном восприятии человек горит а ну чушь вы говорите это все не так но есть восприятие когда человек действительно входит внутрь себя и начинает чувствовать и воспринимает мир не через призму ума а через призму чувств и он осознает что нет нифига и мы на этой неделе как раз получила интересное письмо когда мне человек написал что оказалось для него было открытие что его рассудительный ум выстроил одни решения до проблемы а когда он пошел вовнутрь оказалось что его сердце выстроило совершенно противоположное движение и для него было открытие что касса информация полностью сто процентов не совпадает потому что направление движения информации разные от честной информации рабочая информация это по чувствам та которая внутри вот и поэтому мы на этой неделе выложили еще один отрывок из книги инфодайвинг парадоксальное восприятие эта книга активно пишется и она уже по количеству устранить сравнялась книгой инфодайвинг практика на самом деле и мы понимаем что опять парадоксальное восприятие обгоняет практику но они выйдут практика выйдет чуть раньше мы ее дописываем кроме того на этой неделе ну как на это на это 23 числа мы отправили патенты еще два патента мы отправили в беларуси их у нас приняли поэтому мы на сайте разместили информацию по тем патентам которые мы уже отослали всего четыре на сегодняшний день у нас заявки на патенты первая ушла у нее регистрационный номер европейской патентной организации я по а у трех остальных уже белорусские номера потому что три последующие мы подавали в белоруссии и мы рассчитываем что уже дальше движение будет идти из белоруссии и мы будем регистрироваться и следующие патенты мы будем регистрировать здесь пока четыре пока первые четыре потому что дальше у нас нужна медицинская часть кроме того если брать эту неделю то и включая сегодняшний день сегодня у нас будет тренировка тренируем состояние счастья сегодня 29 ноября в двадцать часов это будет тренировка дело в том что состояние счастья почему оно важно вообще для жизни человека оно важно потому что только из него можно написать реальный рабочий вариант своего будущего то есть будущее фиксируется в крайних состояниях до сознания это в состоянии счастья и это в состоянии страха все что идет через страх через призму страха очень быстро будет зафиксировано все что идет через призму счастья тоже будет очень быстро зафиксировано и пойдет в проявлении в вашей жизни только из страха это один тип сценариев сами понимаете а из счастья другой тип и оказывается когда мы зачищаем например удаляем у ребенка больную информацию и говорим создайте новое будущее и счастье да оказывается для большинства родителей легче быть в злости в обиде в вине в боязни за ребенка в переживаниях ой там что-то с ним случится еще что-то мама иногда вот доходит до сумасшествия когда ты маме просто объясняешь на пальцах вот слушайте вот только что убрали эту информацию из ребенка зачем вы ее туда опять загружаете вот его достали из канализации зачем вы его туда засовываете и зачем вы сами туда лезть ведь эта мама сама лезет а это у нее настолько деструктивное мышление настолько деструктивное состояние что остановить это разрушение очень сложно то есть она постоянно летит по наклонной с горы и в полете и и поймать сложно надо чтобы она сама схватилась руками так вот схватиться можно и самое простое это за состояние счастья когда человек целенаправленно просто это состояние гоняет утром в обед и вечером по расписанию и привыкает я осознанно держу состояние счастья я осознанно держу состояние счастья я понимаю что сперва это будет как-то сложновато для тех кому сложновато на сайте поуба есть практика точно также держать состояние радости состояние радости держать на порядок легче потому что это идет по откликам в теле я это все рассказывала в видео Можете практиковать это, но все равно для создания будущего счастье обязательно. Поэтому мы в очередной раз решили устроить тренировку сегодня, для того, чтобы эти состояния укрепить, закрепить, зафиксировать и помочь вам уже с новой точки двигаться вперед, и именно в счастье. И эта тренировка будет сегодня в 20 часов с платформы Сабришин. И в конце декабря, вот сейчас у нас обучающие программы как бы приостановятся, да? Как бы у нас останутся только погружения и практикумы, которые будут идти по понедельникам, потому что мы сегодня сдавали ПЦР-тесты и завтра улетаем. Улетаем, мы не знаем, будет ли у нас интернет, но эта поездка нам нужна, потому что год работы вот в тех состояниях и в том режиме, как мы работали, нам надо сохранить свое психическое здоровье, нам надо отключиться от коллективного, немножко надо выключиться, и поэтому, а не работать я, например, не могу. То есть, где бы я ни находилась, мы все равно работаем, но уже не в таком количестве и не с такой интенсивностью, как это происходит в Минске. Кроме того, я поставила задачу с января и на следующие полгода написать образовательную программу, по которой и вместе с которой мы полностью за полгода выкристаллизуем методологию инфодайинга, да? То есть, и это все надо опять-таки взять вот в этих состояниях погружения, этому надо уделить внимание и время, самое главное время, конкретно этим заняться. Вот, поэтому ближайшие две недели мы будем на связи и будут проходить только погружения и практикумы, и на связи мы будем оставаться в Вайбере, в Ватсапе и в Телеграме. И потом у нас будет еще один курс, который пройдет уже в конце декабря. В конце декабря он называется «Меня оболгали» или «Я оболгал». То есть, это первая подмена ложь, которую мы возьмем еще глубже. Мы уже брали на тренингах ее на наших, раскладывали ее под основу, раскладывали ее с другого восприятия, и там она казалась преодолимым препятствием для жизнедеятельности. Здесь мы заглянем еще глубже, и те, кто проходил курс «Не могу простить», понимаете. Ложь с ленью взаимосвязаны, и они держат, держат вот этот слой, да, держат травматику, держат и не пускают человека из нижнего частотного диапазона вверх, не дают ему стать искренним, открытым и настоящим. Но видите, вот сейчас, когда я так говорю, я тоже вынесла ответственность на лень и ложь, да. На самом деле этот процесс просто идет в человеке, это процесс. И этот процесс можно осознать и можно переключить. Переключить сложно, знаю, понимаю. Сказать легко, а действительно переключить сложно. Но мы это будем делать на курсе. Курс будет необычайно глубокий и действительно эффективный. Он, по сути дела, станет заключающим курсом из того цикла, который останется на видео. Потому что вот те курсы, которые будут там возможно повторяться, вот как курс инфодайнг, деньги из глубины, все, что идет с грифом из глубины, те курсы только индивидуальные, и они не будут оставаться в открытом доступе. Этот курс останется тоже в открытом доступе, но немножко по более высокой цене. И с января, сразу оглашу планы, у нас полностью изменится подход к консультациям. И с января у нас появятся большие обучающие программы. Первая программа будет по надсознанию. Именно эта часть, эта программа будет содержать обучение как в дальнейшем и профессиональных психологов, так и тех, кто берет первую практическую базу, начальную практическую базу для себя. База эта невероятно эффективная. И так или иначе она, мы к ней возвращаемся сейчас в консультациях, потому что она дает самые быстрые, самые первые, самые эффективные результаты. То есть, грубо говоря, 60% эффективности на этой базе идет, если мы работаем с заболеванием. И потом следующие шаги, это уже идет глубже, глубже, глубже. То есть, первые, самые быстрые результаты по аутизму, это работа с надсознанием. Мы об этом всегда говорили, но так как был свой эксперимент, и нам было интересно и подсознание, и глубина, мы ушли вперед. И эту техническую базу мы как бы оставили на время. Хотя каждый раз говорили, что она нужна, она нужна, она важна. Она важна, так как она очень сильная. И она действительно дает человеку возможность плавно войти в инфодайвинг. Не рывком, да, потому что рывком, например, прийти на глубину и воспринять вот то же самое парадоксальное восприятие, когда у тебя нет детских состояний, но это нереально. И мы это понимаем, проще сказать, они сумасшедшие и ерунду говорят. А на самом деле нет, господа. Просто вы еще туда не пришли, и вы еще так мир не видели. А ведь это возможность всего лишь управления своим восприятием и своей психикой. И на самом деле абсолютно полностью ваша реальность строится из вашего сознания. И у кого-то реальность страдальческая, а у кого-то счастливая. Вопрос, а вы где хотите быть? И это осознанный выбор должен быть. Ну вот, наверное, все новости за это время. Книга «Инфодайвинг. Глубина» по-прежнему находится в коррекции. Еще не вышла. Как только выйдет, она сразу уйдет в верстку. Но я надеюсь, что в издание она поступит уже, в издательство она пойдет где-то в январе. Может быть, в феврале. То есть все зависит от того, как быстро сработает корректор и как быстро будет осуществлена вертка. И как быстро сможет издать книги наше издательство. Потому что пока оно издает книги по первому кругу наши, оно... Ведь сейчас же по второму кругу уже надо издавать. Мы заказали немного книг, они очень быстро расходятся. И мы понимаем, что объемы заказов только растут. Но все осуществляется из Беларуси. Все отправки, все из Беларуси. День рождения «Инфодайвинга» 8 декабря мы встретим не в Беларуси. Но мы обязательно на эту тему выйдем в эфир. Обязательно уделим внимание и, возможно, сделаем какие-то, ну, такие моменты. 8 декабря у нас какой день недели? 8 декабря, слушайте, это... Это среда, да? Ну, подумаем. Мы что-то сделаем интересное в среду. Возможно, это будет стрим. Возможно, это будет какое-то погружение. Возможно, мы еще решим, как у нас будет с интернетом, будем смотреть. Ну, вот, наверное, все. Если у вас есть вопросы, задавайте, присылайте. Мы с удовольствием на них ответим в Инстаграме. Спасибо тем, кто присылает нам уже ролики по психологии, для того, чтобы мы их разложили с парадоксального восприятия, чтобы увидеть суть вообще, что происходит и как это происходит в жизни. Мы учитываем и ставим галочки, пока не на все смогли ответить, но есть ролики, уже вы словили, что это были ваши вопросы, и мы постарались на них искренне ответить в комментариях. До встречи, друзья! Спасибо вам за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok